Продолжение следует... На краю доски действия короля ограничены пятью полями, а в углу всего тремя. Отсюда вывод, что легче лишить короля жизненного пространства в углу или на краю доски, нежели в центре. Поэтому мотование обычно сводится к оттеснению неприятельского короля на край доски или в угол посредством планомерного отнятия у него свободных полей. Две ладьи, взаимодействуя друг с другом, легко матуют одинокого короля даже без поддержки своего короля. Для этого, отнимая по очереди у неприятельского короля свободные поля по вертикали или горизонтали, они теснят его методом лесенки к какому-либо краю доски, где ему и наносится решительный удар — мат. На этой диаграмме показана такая заключительная позиция. Решающий удар нанесла ладья b8, а ладья b7 выполняет роль своеобразного сторожа. Она не пускает черного короля на седьмую горизонталь. На этой диаграмме черные делают ход ладьей a3, a1, и белый король получает мат. Как осуществляется оттеснение одинокого короля с помощью двух ладей, рассмотрим на этом примере. Решим сначала, какому краю доски будем оттеснять черного короля. Допустим, мы наметили поставить ему мат на восьмой горизонтали. Белые сделали первый ход ладьей на b2. Цель белых — встать на соседние горизонтали, угрожать черному королю шахом и не оставить ему других ходов, как в направлении восьмой горизонтали. Черный король сделал ход в направлении белой ладьи. Белая ладья сделала ход на горизонталь, где находится черный король, и угрожает ему. Как мы видим, у черного короля есть только одно направление для движения — вверх, иначе он встанет под шах. Он делает ход над c4. Белая ладья уходит на другой край доски, на поле h2. Отсюда, в отдалении от короля, ей будет безопаснее его преследовать. Король делает ход на b4 и угрожает ладье. Она уходит от него подальше. Король делает ход на c4, ладья на h4 и объявляет шах. Король перемещается на поле d5. Тогда нападает другая ладья, и король опять уходит. И опять в направлении восьмой горизонтали, но по диагонали, пытаясь приблизиться к ладьям и создать ситуацию нападения. Но нападает ладья h6. Король уходит в выбранном направлении. Ладья g5 перемещается к левому краю, и король делает ход, угрожая ладье на h6. Ладья ушла к левому краю доски. Король уже не сможет угрожать ей. Результат очевиден. Ладьи прижали короля на восьмой горизонтали. И ходом b6-b8 королю черных объявлен мат. Можно, разумеется, избрать и другой вариант. Например, ближайшую первую горизонталь. Ладья белых делает ход на четвертую горизонталь, сразу ограничивая передвижение черного короля. Он идет на поле d3, приближаясь к ладьям. Другая ладья с поля b3 объявляет шах королю черных, которые уходят от него на поле c2, угрожая ладье. Белые добиваются своей цели, прижимая черного короля к нижнему краю доски. Ладья отходит подальше, тем не менее, не пропуская короля выше второй горизонтали. Король стремится к левому краю доски, надеясь перекрыть путь ладье a4, который уходит на поле g4. Король ходит b2, c2. Ладья с поля g2 объявляет черному королю шах. Королю некуда деваться, кроме первой горизонтали. Там его и настигает ладья ходом f3, f1 и объявляет мат. При матовании двумя ладьями следует остерегаться возможных патовых ситуаций. Главная причина пата в элементарных окончаниях – это торопливость и небрежность сильнейшей стороны при оттеснении короля. На этой диаграмме показана одна из возможных патовых ситуаций. Под контролем ладей находятся все поля, на которые мог бы сделать ход черный король. Пат – ничейный исход. И еще одна патовая ситуация и ничейный исход игры. Если вы будете правильно применять показанный нами метод оттеснения, то легко избежите всяких патовых неожиданностей. Мат ладьей и ферзем также легко досягается без помощи других фигур. Можно пользоваться тем же способом, что и при матовании двумя ладьями. В позиции на этой диаграмме белые могут достичь цели различными способами. Из них мы приводим два наиболее экономных. Как и в рассмотренных ранее примерах, цель белых – прижать черного короля к какой-либо стороне доски и объявить мат. Ладья белых делает ход и нападает на короля. Ферзь в данный момент ограничивает движение короля вправо. Черный король уходит от шаха на поле b4 и угрожает ладье. Ладья идет на поле c4 и вновь объявляет шах. Король уходит на поле b5, вступает в борьбу ферзь и объявляет черному королю шах с поля b2. У короля есть один путь – на вертикаль а. Где ладья и ферзь без труда его блокируют. И ладья с позиции а4 объявляет мат черному королю. Посмотрим на другой довольно интересный способ реализовать позицию на этой диаграмме. Здесь ладья и ферзь белых ходят по вертикалям b и d соответственно, не выпуская короля черных с вертикали c и гонят его к краю доски на поле c8. Первый ходит ладья на поле b5 и угрожает черному королю. У него есть только одна возможность хода на поле c6. Ферзь нападает на короля с поля d5 и у короля 5 есть только единственный ход на поле c7. И так далее. Исход очевиден. Ферзь с поля d7 объявляет мат черному королю. Следует учитывать, что в этом типе окончаний увеличивается опасность пата, так как ферзь – фигура более боеспособная, и она отнимает у неприятельского короля значительно больше полей, нежели ладья. Давайте посмотрим на патовые позиции, которые могут возникнуть при мотовании ферзем и ладьей. Вот такая ситуация могла получиться при невнимательной реализации, например, предыдущего примера. Ход черных. Но все пять полей, на которые мог бы пойти черный король, контролируются ладьей и ферзем белых. Пат. И, следовательно, ничья. Такая ситуация могла возникнуть, по всей видимости, из-за невнимательности белых. Как уже упоминалось, ферзь – фигура в значительной степени маневренная. И займи он несколько иную позицию, партия закончилась бы в пользу белых. А так – пад. Ничья. И еще одна любопытная позиция. Оба поля, на которые мог бы пойти черный король, контролируются ладьей. А бить ладью на поле b7 король не может, так как попадает на обитое поле ферзя. Обращаем ваше внимание, что приведенными случаями не исчерпываются все патовые ситуации.